В далеком 98 году Honda решила выйти на рынок среднекубатурных мотоциклов для города в Европе, выпустив Naked CB600F Harnet. В результате этот мотоцикл стал огромным успехом компании за рубежом, после чего обзавелся большой армией фанатов по всему миру. Его главной особенностью был двигатель от спортивной модели Honda CB600F3, который естественно дефорсировали и перенастроили для городской езды. Были использованы меньшие 34-мм карбюраторы Keihin, новые распредвалы, более длинные впускные тракты, а также изменена система зажигания, что повысило тягу на низких и средних оборотах. В итоге мотор стал выдавать 94 л.с. максимальной мощности на 12 тысяч оборотов в минуту и 63 Нм крутящего момента на 10 тысячах. Двигатель подвешивается к хребтовой раме и является несущим элементом. Двигатель подвешивается к хребтовой раме и является несущим элементом. Основным практическим недостатком CB600F Harnet по сравнению с его основными конкурентами было отсутствие какой-либо защиты от ветра или непогоды в более длительных поездках. На что Honda ответила через два года в выпускном версии Honda CB600F Harnet S, которая получила передний обтекатель. Honda также для этого модельного года изменила размер переднего колеса, увеличив его диаметр до 17 дюймов, что позволило значительно расширить выбор шин. Плюс была переработана передняя вилка. Вне зависимости от версии CB600F Harnet поражал своей разгонной динамикой, преодолевая отметку в 100 км в час всего за 3,5 секунды. А заявленная максимальная скорость составляла 230 км в час. Средний расход топлива по заявлению производителя составляет 5,5 литров на 100 км пути. Версия CB600F Harnet S выпускалась всего три года. КОНЕЦ В 2003 году Honda CB600F Harnet получает некоторые обновления и на рынок выходит второе поколение. Мотоцикл обзавелся более современной внешностью. Переработанный бак увеличился на 1 литр и теперь вмещает 17 литров топлива. Новое сидение сдвинуло райдера вперед на 15 мм. Немного обновляется тормозная система. Вместо Nissin второго поколения устанавливается Nissin третьего поколения. Это два 296 мм диска с двухпоршневыми суппортами спереди и один 220 мм диск сзади. С 2005 года CB600F Harnet наконец-то получает перевернутую 41 мм вилку, ход которой составляет 109 мм. Вместо аналогового спидометра появляется небольшой дисплей. ИНТРИГУЭТИ еще 1.5 мм тормозной стежки. В 2007 году выходит абсолютно новое третье поколение. CB600F Harnet серьезно обновляется как внешне, так и по технической части. Внешний вид становится похожим на современные некиды. Двигатель теперь устанавливается от спортбайка Honda CB600RR, выдавая 102 л.с. максимальной мощности и 64 ньютон-метра крутящего момента. Вместо карбюраторов уже используется инжектор. Обновляется тормозная система. Теперь это два 296-мм диска с двухпоршневыми суппортами спереди и один 240-мм диск сзади. Опционально доступна комбинированная антиблокировочная система. Топленный бак увеличился до 19 литров. Колесная база также увеличивается и теперь составляет 1435 мм. Снаряженная масса выросла до 198 кг и 205 кг с АБС. ГУДО ВСЕЛЬЦЕЙСЬ! Также заметным изменением стала и новая выхлопная система, которая заканчивается коротким глушителем в стиле MotoGP. Он не только стильный, но и практичный. Дело в том, что прошлый глушитель с высоким расположением сильно затруднял крепление багажа на сиденье. С новым решением выхлопной системы эта проблема для любителей дальних поездок решилась. Благодаря новой алюминиевой раме и подвеске шоу мотоцикл отлично управляется. А благодаря новому двигателю CB600F Hornet стал самым мощным некидом в этом классе, превосходя как GSR, так и Yamaha FZ6. Причем с мощностью в 102 лошадки Хонда уступает всего лишь 4 лошадиных силы Kawasaki Z750, который выдает 106 лошадиных сил. 2012 год стал последним годом производства модели, хотя официально мотоцикл продавался и в 2013. В этом же году был представлен и преемник, заменивший популярную модель. Им стала Honda CB650F, о которой я расскажу как-нибудь в следующий раз. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok